Нам не так-то просто зайти. Здравствуйте. Проходите. Сюда, в родильное отделение 11-й городской клинической больницы, раньше поступали беременные с признаками какой-либо инфекции. Если пациентка находится, что называется, в родах, а заражена она или нет, еще неизвестно, ее размещают в этом специальном боксе. Вот это так называемый мельцеровский бокс. Это та вот большая палата, которая как мини-роддом. Здесь женщина может находиться до родов, во время родов, после родов. Здесь есть санузел, здесь отдельный с улицы вход. Здесь есть все необходимое для оказания акушерской помощи. Если же до родов время есть, женщин сначала кладут в специально изолированное отделение и делают анализ на коронавирус. Таким образом, несколько недель назад была выявлена первая беременная пациентка. К счастью, она благополучно родила, выздоровела и уже выписана. Врачи говорят, для них это был важный опыт. И заодно проверка боеготовности. При этом никто из докторов вирус не подхватил. Говорят, стерильности здесь уделяют особое внимание. Персонал, естественно, одевает очки, одевает маски, одевает халаты, бахилы, шапочки. Если вы посмотрите туда, он одевается там. И потом, когда он выходит, есть особые правила, как это все с себя снять. Вот, то есть большинство итальянских врачей, как мы уже потом везде прочитали, они заразились именно потому, что они неправильно снимали с себя вот эти костюмы. То есть это везде нужны постоянные алгоритмы, постоянная работа с персоналом. Нас заверили, что недостатка в средствах защиты при этом нет, но признались, стараются их экономить. Ведь неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше. В самом отделении, куда нас ненадолго пустили со всеми предосторожностями, пусто и тихо. Все пациентки находятся в изолированных палатах. За чистоту воздуха здесь отвечает необычная машина-дезинфектор. Это просто альфа-установка, которую мы обрабатываем в воздух в помещении при заключительной, либо при очаговой дезинфекции. И буквально за две минуты, за полторы минуты, то есть уничтожаются практически все бактерии, вирусы, которые в воздухе летают. Ее включили сразу после того, как журналисты покинули отделение. К слову, сейчас здесь находится 10 женщин. И врачи надеются, что пациенток много не будет и впредь. В целом же роддом готов принять несколько десятков зараженных. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.